Для Мэрии Майдемировой пост уже давно стал привычным делом. Она соблюдает это предписание ислама еще с подростковых лет. Первый пост, который я держала, я тогда еще была, можно сказать, подростком, тинейджером. И это был очень сложный для меня период. Я в это время занималась спортом, и поэтому как бы спорт сопряжать вместе с постом, это было сложно. Но, тем не менее, справлялись. Сегодня Мэрием работает телеведущей и, по ее собственным словам, достаточно легко совмещает работу с постом. Несмотря на то, что день занят съемками, интервью и подготовкой к эфирам. Но работа, 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 и поэтому легко. Есть у телеведущей и свой секрет правильного питания и распорядка дня в Рамадан. Я уже знаю, что мне нужно выпить и съесть на сухур, для того, чтобы я потом на протяжении всего дня хорошо себя чувствовала. Ахмед Сарыбога – ресторатор. Он живет в Киеве уже 13 лет. Каждый год во время месяца Рамадан в его ресторане создают специальное меню ифтаров для постящихся. Несмотря на то, что даже в Рамадан Ахмед практически все время проводит в своем ресторане, он говорит, что это не затрудняет для него пост. По словам ресторатора, сложность заключается в другом. В сложностях всего то, что в нервах. Для меня, собственно, для друзей, они рассказывают, что для них очень трудно морально смотреть, понимаете, это очень сложно. Ифтары во время поста он старается разделить со своими сотрудниками и посетителями. Для меня ифтар, когда есть много людей, приятно это. Во время ифтар очень сложно обслуживать, придется тут находиться. Для Ольги Башей, которая приняла ислам совсем недавно, этот пост первый в жизни. В этом году пост я соблюдаю первый раз. Я все время переживала, я все время думала, как бы мне успеть, как бы меня ничего не задержало, потому что именно пост я хотела провести в Киеве. Ну, аль-хамду-ли-ля, да, я до самого пост переношу. Хорошо. Для нее, как и для многих мусульман во всем мире, Рамадан – особое время усердного поклонения, чтения Корана и поминания Всевышнего. Ольга признается, что больше всего она надеется на прощение грехов. Все мы люди небезгрешны и больше ожидаю прощения. Этот Рамадан уже стал для нее особенным месяцем. Именно во время поста она начала читать священный Коран. Как раз таки в пост я и начала читать Коран. Один мусульманин, Джабраиль, подарил в том году Коран. Он у меня, получается, что он пролежал. Я его возьму, да, вот сейчас, потом меня что-то отвлекало. Сейчас в пост Рамадан я уже начала читать и продвигаюсь потихонечку вперед. Для мэрии Майдемировой пост в этом году тоже принес приятные сюрпризы. Очень удивлена тому, что вокруг меня даже не мусульмане держат пост. О том, как проводят месяц Рамадан мусульмане Киева, мы решили расспросить прихожан Исламского культурного центра. Очень легко. Во время священного месяца Рамадан Ольга, Ахмед, Мэрием, как и многие другие мусульмане Украины, несмотря на насыщенный график, находят время для посещения мечети, чтения Корана и других поклонений. И это неудивительно, ведь Рамадан – особый месяц, который требует большей сосредоточенности, терпения и готовности работать во благо себе и другим людям. Деревер Саид Ахметов, Евгений Ладик, телеканал Олив, Украина.